Уже президент пресс начинаю нашу пресс-конференцию, тренер факела Александр Евгеньевич Щеголев. Прошу за ваши вопросы. Александр Евгеньевич, вопрос такой, скажите, я вот сидел, думал, какой вопрос задать вам на пресс-конференции, вам и вашему визави. Если бы вы были журналистом, вы бы этот футбол как описали? Никак. Тут даже говорить об игре нечего, по одной простой причине и погода, и поле, если его так можно назвать. Здесь футбола не был, ничейная игра нам не повезло. Тут особо много говорит, нет смысла. А какой был план у вас на его? План был перед длинными передачами доставлять мяч в зону обороны соперника и там производить подбор. Потому что здесь, еще раз повторяю, комбинировать на этом поле было тяжело. Но не получилось. Скажите, пожалуйста, как вы оцените вообще в целом команду соперника на предпоследнем месте достойно, может быть, это не та позиция, которую должен занимать футболник клуб «Натолог Каскула» или этот результат сегодняшний, это все-таки плохая игра вашей команды, а не... Скажите. Еще раз вопрос. Сегодняшняя игра, это... Вы имеете ввиду заслужили хозяева? Да, да, да. Или это ваша... Я еще раз повторяю, что игра была ничемная. Я бы не стал выделять ни у нас, ни у «Оскола», никого. Ребята бились, старый «Оскол», в принципе, они за счет этого и в туле зацепились, и здесь выделяли у нас очки. И тут только на первый план выходит самоотдача полняющая, то, что они сегодня продемонстрировали. Реакция. Общий комментарий к сегодняшней матче? Молодцы, выиграли. Мы довольны. А играли хорошо, вы довольны игрой команды? Как сказать... Большинство времени доволен. Есть, конечно, грехи, надо работать над этим. Ну и заметили, но когда грехи? Есть в обороне немножко о грехе. Есть в атаке немножко о грехе. Надо работать. По самоотдаче. По самоотдаче я говорю, чем хорошо играть с командами лидеров, что ребят настраивать не надо, они сами настраиваются на эту игру. Они выходят, глаза горят. Ребятам я сказал огромное спасибо. Я им уже не одну игру даже и при неудачном результате в Тамбуре им говорил спасибо, потому что играли здорово. Мы полтора тайма атаковали, имея преимущество. Гол чистый нам не засчитали. Я говорю спасибо большое. И болельщики молодцы сегодня и в ту игру. И приятно играть, и ребятам самим приятно. Горемический тренер говорит, что тут все дело в поле. Ну оно для всех одинаково. Мы тоже приезжали. И в Тулу мы приехали. Там тоже поле, мы на нем не тренировались, к сожалению. Тоже тяжело было. Ну вы стояли. Молодцы ребята. А скажите, как вы считаете результаты? Это ваша заслуга? Командная заслуга. Или повезло? Может вы стояли? Команда захотела, а она тоже. Я всегда говорю, ребят, если мы все вместе захотим, то можно его раз вернуть. Скажите, ну вы предварительно, я уверен, просматривали. Ну хотя бы какие-то игры в армии? Конечно, мы общаемся с другими тренерами. Ну были знакомы? Конечно. Я много игроков там знаю. Знаю способности. Вот просто перед игрой вы своим ребятам какую установку давали? За счет чего можно было сегодня обыграть соперника? Достаточно вязкого все-таки. За счет плотности в середине. И не дать разбежаться нападающим. Потому что я знал, я в Губкине раньше работал, Кириленко играл у нас. Ему если дашь разбежаться, тяжело остановить. Поэтому ближе, ближе, ближе. Не дать разбежаться. Страховать друг друга. Есть еще вопрос? Как вы считаете, на третье место снизу мы можем предметоваться? Не будем загадывать. Надо играть, а там, как говорят, цыплят по осени считают. Мы уже приближаемся к полугода.